Добрый день, друзья! На предыдущей нашей встрече мы с вами совершили виртуальное путешествие по необъятным просторам России и узнали об одном из ее ярких достопримечательностях в Ленских столбах, которые находятся на реке Лена в Якутии. Эта тема получила широкий отклик среди донецких путешественников, а также наших друзей из России. Поэтому сегодня мы продолжим тему путешествий по реке Лена, читающейся одной из самых величественных рек мира, и узнаем о других, не менее интересных ее объектах, которые могут посетить настоящие туристы. Символ и любовь Якутии, ее главное сокровище и одно из лучших ее украшений – река Лена – протянулась на 4400 километров. Совершая сплав по реке, можно побывать в нескольких природно-климатических поясах, а также познакомиться с богатейшим природным наследием, которое встречается на пути следования. Например, недалеко от поселка Качуг находятся уникальные памятники наскальной живописи – шишкинские писаницы. Комплекс насчитывает более 3000 рисунков, полотно которых растянуто на 3,5 километра. На живописных береговых ландшафтах реки Лены можно встретить уникальный природный объект Якутии – гору Хадар, покоряющая своим величием возвышенность в бесконечно разнообразных цветах и формах своих вершин и склонах, а высота ее отвесных обрывов составляет около 80 метров. В низовьях реки Лены существует не менее интересный природный объект, получивший название «Чаруковские щеки», растирающейся вдоль реки на 3 километра. Здесь река Лена течет в узком ущелье с высокими отыскными берегами. Речной поток стискнут до ширины в 2 километра, а над водой нависают вертикальные скальные стенки. Течение становится бурлящим потоком. Зрелище необычайно впечатляющее и запоминающееся. Особый интерес на склонах долины реки Лены представляет огромные массивы песчаных дюн, называемые тулуканами. Следующее примечательное место – остров Столб, у которого довольно крутые склоны и пологовая вершина. Высота его составляет более 100 метров. На вершине острова издревле существовало святилище, а жертвенник жил и поныне. Каждый путешественник, попавший сюда, оставляет что-нибудь, чтобы вернуться. Дельта Лена поражает своей природной красотой и изумляет разнообразием живой природы. В 1985 году значительная часть Дельты была взята под охрану ради сохранения в ее уникальной природе. Там создан природный заповедник федерального значения – Кусленский. Общей площадью более 14 тысяч километров. Дорогие друзья, предлагаем вам познакомиться с этим незабываемым и интересным маршрутом и просмотреть документальный фильм из серии «Испытано на себе». Приятного просмотра!